доброго доброго субботнего утречка дорогие мои друзья дорогие мои друзья по замечательному хобби коллеги по цветоводству вчера я разместила совершенно потрясающий ролик ну потрясающий ролик не потому что я его сделала потому что информация там была совершенно потрясающая мне очень хотелось поделиться с как как можно с большим количеством людей о драгоценных и каменных цветках коллекции необыкновенных мастеров и правильно и кто-то в комментариях написал гениев потому что мне кажется что такие мастера такие гения такие художники рождаются наверное раз в несколько столетий я хотела поделиться с вами каменными цветами фаберже но к сожалению youtube заблокировал мое видео успели просмотреть всего лишь там я не знаю 300 просмотров и он мне прислал предупреждение что мне блокирует видео из-за того что я использовала музыку на которую не имею прав вы знаете я так тщательно подбирала музыку к этому ролику и вот я хотела именно чтобы была скрипка звучала не знаю почему там не знаете вот какие-то воспоминания какие-то обушедшие эпохи вот знаете вот о тех годах мне кажется что только скрипка может передать вот эту ностальгическую такую нотку ну вот я нашла garden secret по-моему называется мелодия такая фантастическая как мне показалось но youtube сказал что у вас нет прав на на то чтобы использовать эту мелодию и мое видео заблокировал очень жалко конечно потому что ну кому интересно кто не успел посмотреть вы просто наберите в поисковике каменные или ну драгоценные цветы фаберже или просто цветы фаберже и вам выдаст кучу замечательных фотографий вы посмотрите и почитаете даже что это за цветы как они как создавалась эта коллекция меня знаете что больше всего еще подкупила что они при мастерской построили специальную оранжерею где выращивали все эти растения чтобы можно было с натуры делать вот такие произведения искусства ну ладно давайте вернемся в общем то сегодня у меня видео будет не фаберже а живых растениях и вот я сейчас сижу у своего у своего стеллажа с растениями вот стеллаж мой выглядит вот так кто не видел мне не очень удобно отходить назад потому что сами понимаете с костылем не напрыгаешься ну примерно вот так вот он выглядит значит сверху просто так случилось что у меня вот чисто интерьер так сделан я вкрутила фито лампы розовые там у меня стоят теплички следующая полка вы знаете я вот даже не помню что это за лампа у меня была потому что я вам сейчас хочу показать все-таки разницу как лампы как освещение действует на наши растения вот эта лампа я вам не могу сказать по моему это не фито а обычная светодиодная лампа но тем не менее пока не было вот вот этой лампы мне казалось что она очень хорошая лампа и в общем-то мне сравнивать было наверно не с чем и поэтому мне казалось что она очень очень даже хорошая и последнюю лампу я купила совсем недавно я вам говорила что я освободила новую полку вот здесь на стеллаже и повесила новую лампу лампа вы знаете лампа не знаю вы увидите нет сейчас вот такая лампа отечественного производителя вы знаете я пыталась найти вообще название этой лампы но она как-то так называется мне ее продавать продали как светик или что-то такое свете что-то такое было на на них написано ну как не продавец сказал что это очень хорошие лампы что у них там и гарантия большая и светят они очень хорошо и в общем все отлично единственное когда ему сказала что эту лампу я приобретаю для растений то он не сказал что ну а чушь вы покупаете такую лампу нужно брать фито лампу для того чтобы растения росли иначе они расти у вас под этим под этой лампой не будут потому что но не тот спектр излучения так вот я вам хочу сказать что я разместила здесь растения свои и вы знаете буквально прошло наверное недели три как я установила эту лампу да наверное недели три и я уже вижу результаты под этой лампой причем знаете когда я увидела что эта лампа действительно дает результат я решила что я поеду еще куплю такую же лампу потому что вот здесь вот вот этот стеллаж я даже решила поднять вот так вот смотрите поближе к лампе вот так подставку сделать подставить растения поближе к лампе потому что я увидела что действительно по сравнению вот с эти с этой полкой то есть под этой лампой растения действительно пошли хорошо в рост и вот что я хочу вам сказать вместе давайте вот мне что то сейчас это глянула общий вид вот смотрите я вам сейчас покажу общий вид моего стеллажа и вот тот кто со мной давно посмотрите я щас покажу вам поближе кто со мной давно но вот пока я буду рассказывать про показывать в оборотине скажите Какое вам кажется растение здесь лишнее? Какого не должно быть? Я не в одном видео, мне кажется, я несколько раз повторяла какие-то такие вещи, что вот у меня никогда, наверное, не будет вот такого растения, потому что оно мне не нравится. И вот сейчас смотрю на свой стеллаж и думаю, сейчас кто-нибудь внимательный посмотрит, скажет, ага, Светлана, чего это у тебя тут стоит? Ты же сказала, что у тебя никогда такого не будет. Ну давайте, пока я дальше вам показываю, хочу показать, какие изменения произошли у меня под этой лампой, вы пока подумайте, вспомните, о чем я говорила, что у меня никогда не будет и вдруг здесь оказалось, и напишите мне в комментариях. Так вот, что хочу я сказать? Давайте начнем с того, какие я увидела прямо резкие изменения в растениях, которые стояли вот под этой лампой. Возможно, я вот когда выздоровлю, когда мне снимут гипс, я поеду купить еще одну такую лампу, я вам, конечно, покажу ее и ее характеристики, потому что мне кажется, эти характеристики где-то, наверное, внутри, и я не смогу отсоединить эту лампу, чтобы вам показать. Потому что знаю, что сейчас будут вопросы, что за лампа, какая мощность, как называется и так далее и тому подобное. Поэтому я ее уже перед тем, как снять видео, я ее всю обсмотрела, но я так понимаю, что характеристики написаны вот там, где она присоединена к стеллажу у меня. И давайте все-таки я вам расскажу, что я сразу увидела, какие прямо изменения пошли однозначно сразу же, как только я установила эту лампу. То есть в самое ближайшее время что изменилось? То, что стояло у меня уже давно, и то, что у меня, знаете, особо не росло, так очень медленно. Так вот, смотрите, я вам сейчас похожу эсхинантус. Вот эсхинантус, например, у меня как-то сидел-сидел, и вот смотрите, он сразу же пошел в рост. Вот это вот, вот эти вот новые, видите, листики, это пошли вот под этой лампой. Сейчас я его отставлю, чтобы нам было лучше, свободнее. Посмотрите, я вам показывала вот эту потрясающую лизу, да. Я купила всего два узла лизы, но я их расчеренковала, потому что, ну, всегда, знаете, я всегда так делаю, мало ли что одна не укоренится или пропадет или еще что-то, зато второй чередочек укоренится. И вот смотрите, буквально один узел был. Конечно, я вам показывала еще и грунт, как в кокосе, в кокосовом субстрате, какие замечательные получаются корешки. Но я хочу сказать, смотрите, за буквально какое короткое время, какие пошли сразу... То есть эта хоя была куплена совершенно недавно, я не знаю, ну, может, два месяца назад, может, полтора. Я уже не помню, когда она у меня пришла. Вот, и смотрите, какие листики разноцветные, красивые пошли, да, розовые, посмотрите, загорелые такие. И вот вторая хоечка, вот она, то есть было два узла, я их разделила, и оба, обе хои уже пошли вот так вот активно в рост, видите. Потом, помните, я получала вот этот вот такой варегатный папоротничек. И посмотрите, он у меня долго-долго стоял какой-то чахлый, что-то непонятное было. И вот смотрите, вот этот верхний лист, вот этот верхний лист, этот лист, эта вая вышла вот именно под этой лампой. То есть активный рост начался. Они стояли, вот я вам как-то показывала, может, вы видели, ничего не предвещало, что выйдет вот такая вая. Она вышла, конечно, крупнее, чем все остальные. И я думаю, что это заслуга прежде всего, конечно, этой лампы. Дальше, что у меня тут еще такое? Вот, смотрите, это я, насколько понимаю, какой-то эсхинантус, потому что мне достался этот маленький череночек. Это было вот такое варегатное растение с белыми листиками, белый с зеленым. Вы знаете, у него пошла уже варегатность, то есть он стоял вот под той лампой, которая наверху, и вышел совершенно зеленая вот такая веточка. Я ее обрезала, посадила рядом. Но, вы знаете, вот я смотрю, что вот у той старой веточки, у нее пошла новая веточка, и вот она пошла варегатная. Вам плохо, конечно, видно вот здесь вот, но варегатность уже присутствует. И, вы знаете, опять же, очень хорошо, во-первых, очень хорошо укоренился вот этот второй отросточек, который зеленый был, чисто зеленый. А, во-вторых, пошла веточка в рост вот эта варегатная веточка. Очень хорошо. Не знаю, что за эсхинантус. Ну, я так подозреваю, что это эсхинантус. Потому что я не видела, это растение было не цветущее, оно было просто варегатное, белое такое варегатное, но очень похож на мой эсхинантус. Поэтому я монолиз... Так, эсхинантус монолиза, да? Монолиза, да. А вот. Дальше. Смотрите, что я вам покажу. Вот этот листик я выпросила, и мне дали его совсем недавно. Знаете, мне кажется, что я посадила его буквально две недели назад. И вот смотрите, он уже дал здесь детке. Вот один листик уже пошел с деткой. Кстати, вы знаете, я все никак не могу понять вот с этим листиком. Вот смотрите. Есть вот такая бегония. Вот такая она. У нее такие салатовые листья с коричневыми краешками. И вот мне дала листик Мария из Москвы, бегонии, которая называется Марта Стюарт. Помните, я вам рассказывала про эту бегонию Марта Стюарт? И вот видите, у нее точно такие же листики с точно на коже коричневой окоемочкой. И посмотрите, какой шикарный, красивый, разноцветный листик вышел следующий. То есть, это Марта Стюарт у меня стояла. Я на нее смотрела. И я, честно говоря, не понимала, ну в чем отличие обычной вот этой вот бегонии, которая растет, я не знаю, везде она растет, от вот этой Марты Стюарт. Потому что, ну, Марта Стюарт – это все-таки сортовая бегония. И должна быть… Я видела фотографию, она очень красивая. И я никак не понимала, в чем же отличие. И даже Мария писала, что вот продаются везде вот такие вот бегонии. Ну, вот видите, теперь я понимаю, в чем ее отличие. Видите, какой красивый, разноцветный листик вышел. Я прямо безумно рада. Маш, если вы смотрите сейчас это видео, огромное вам спасибо. Посмотрите, какая она замечательная. Какая она красотка. Вот видите, листочки какие. Красивые. По-моему, она у вас пропала, да, Марта Стюарт? Ну вот, буду выращивать. Если у меня все получится, то привезу как-нибудь. Как только карантин у нас пройдет в Москве, привезу вам эту Марту Стюарт. Верну обратно. Что еще я заметила под этой лампой, изменения какие. Ну вот, у этой бегонии, посмотрите, пошли очень яркие листики. То есть, вот они были какие. Они были зеленые такие, с прожилками красными. А теперь выходят абсолютно такие красные листья. Я не знаю, как они дальше будут развиваться. Ну, в общем-то, очень здорово. Здесь у меня стоит, вот смотрите, это крассандра идет желтая. Вот у меня, кто видел мою оранжевую крассандру, кто-то у меня спрашивал, что с ней случилось. Потому что она стояла огромная, совершенно на столе, постоянно цветущая. Вы знаете, я ее расчеренковала, я ее омолодила. Потому что очень был большой куст. И она бесконечно у меня пересыхала. Пересаживать ее в больше, в больше, в больше горшок, мне как бы, ну, не входило в мои планы, скажем так. Потому что, ну, вы видели, что у меня места абсолютно нету, чтобы выращивать, ну, какие-то очень крупные экземпляры растений. Я ее расчеренковала и сделала, ну, и сейчас выращиваю снова с маленького черенка. Вы знаете, я, кстати, еще раз немножечко вернусь к теме о цветоводстве, цветоманстве. И вообще даже не об этом, о любом хобби. Вот вы знаете, я сейчас сижу, вяжу коврик из макраме. И я понимаю, что это всегда было, знаете, и когда я вязала просто спицами, и когда я вязала крючком. Вы знаете, для меня даже не важен результат, для меня важен процесс. То есть мне нравится процесс выращивания растений, мне нравится процесс вязания макраме. Вот, может быть, кто-то там, я не знаю, не заметили, кто не смотрел видео мое разговорное. Я там очень часто развязываю, завязываю эти комочки из пряжи, потому что я поняла, что мне так вязать удобнее, скажем так, чем если нитки будут просто висеть, они будут путаться, пряжа будет висеть. Поэтому я скатала ее вот в такие комочки, и даже мне кто-то написал в каких-то соцсетях, мол, зачем вы это делаете, нужно распустить их, эти ниточки, что вы так долго, долго вяжете. Ну, я опять же говорю, что для меня быстрота – это не важно. Мне важен сам процесс, то есть мне очень важно получать удовольствие от самого процесса. И поэтому, ну вот, крассандру оранжевую я тоже расчеренковала, и сейчас я ее снова ращу из небольшого череночка, и мне интересно будет, как она будет разрастаться, как она будет зацветать снова. Вернее, она уже цветет с череночка, поэтому этот процесс очень интересный. Так вот, здесь я посадила еще желтую крассандру. У нее будут ярко-желтые цветы. И вот смотрите, тоже она стояла как-то, знаете, так росла, что-то какой-то скучный такой лист, этот кустик был. И вот смотрите, буквально за три вот эти последние недели, как я повесила лампу, вот эта верхушечка блестящая, она вот выросла буквально за последние три недели. И поэтому я так думаю, что, конечно, это оказывает влияние именно вот эта лампа. Вот эта бегония, вы знаете, я ее буквально, пюфейс, которая называется, да, вот она, она даже, знаете, как, я даже не могу понять, она не тростниковая, она вот какая-то ампельная бегония. Тоже, вы знаете, я ее отрезала буквально маленький череночек, верхушечку, просто прищипнула свой, скажем так, свой куст. И вот смотрите, буквально я ее поставила сюда, я ее не в тепличку, никуда не ставила, я ее сразу воткнула в кокосовый субстрат и поставила вот под эту лампу. И вот смотрите, какая она уже большая у меня выросла. Причем, вот посмотрите, какие потрясающие корни, вот смотрите, какие корешки шикарные. То есть уже весь, весь стаканчик завид вот такой мощной корневой системой, видите. То есть то мнение, что под обычными светодиодными лампами растения не растут, ну, вы знаете, я считаю, что это ошибочное мнение. Потому что я даже посмотрела вот по всем своим филадендронам, которые здесь стоят, прекрасно, как вы видите, вот идут везде новые молодые листики. Поэтому везде, везде чувствуется рост. И поэтому, конечно, кто не располагает возможностью, вы знаете, я вот теперь понимаю людей, которые, в общем-то, ставят на стеллажи свои растения под искусственное освещение. Потому что вот здесь мои растения на этом стеллаже получают больше света, чем они получают на подоконниках, даже те, которые находятся на солнечной стороне. Потому что сейчас световой день у нас сократился, утром мы встаем, у нас еще темно, буквально уже к пяти часам вечера у нас уже тоже темно. И поэтому приходится, конечно, включать подсветку везде. Ну, на стеллажах она горит у меня постоянно, целый день. И поэтому вот я все-таки вижу, как растут мои растения. И я теперь понимаю людей, хотя я не люблю стеллажи, ну, мне кажется, что это неэстетично выглядит, скажем так, в квартире. Для этого, может быть, нужно какое-то специальное помещение, но в квартире, конечно, такие стеллажи выглядят не очень эстетично. Но, тем не менее, вот я отдаю должное тому, что растения под искусственным освещением все-таки растут больше. И давайте я вам для сравнения покажу растения, которые растут этажом выше. Вы знаете, вот эти пепперомии мне пришлось поднять буквально уже повыше к лампе, потому что я увидела, что у них прям какая-то стагнация идет. Единственное, бурбелла вот вроде бы ничего так растит, свои листики. Все остальное, знаете, я вот не вижу никакого активного прироста. Особенно вот эта пиколобан, бент, как она пиколобан, да, или как она называется, бегоня, которую я купила. И она, конечно, была очень маленькая, но я от нее ждала, конечно, другого внешнего вида от нее. Я думала, у нее и листики крупнее, и как-то и рост у нее будет получше. А она вот какая-то прям нежная-нежная-принежная. Ну, я говорю, что как только я выздоровлю, я, конечно, поеду и куплю ту лампу. И, кстати, стоимость той лампы очень даже по сравнению с фитолампами очень даже и ничего. Что-то она до 600 рублей стоит. Вот посмотрите, вот тоже пепперомия здесь, вот я ее неоднократно показываю. У меня и большая, и есть мамочка. Никак я не могу определить сорт. Мне уже говорили, что ред луна и шумерет, они отличаются тем, что у одной листья абсолютно бордовые, у другой они переходят в зелень. Но я хочу сказать, что вот прямо полностью вся эта верхушка, она темно-темно-бордовая. И только старые листочки вот эти, я даже не знаю, может быть, посмотрю, вот как эти будут себя вести. Вот они ушли в зелень немножко. А так, в принципе, она вот такая бордовая. Поэтому, конечно, интересно, что это у меня за сорт. Потому что я тоже получила его в качестве листика и совершенно не знаю, что это и как. И, в общем-то, вы знаете, здесь больше у меня вот такого какого-то роста, активного прироста я не вижу. Посадила, ну, несколько вот растений и, знаете, сказать, что вот-вот они начали расти, они уже пошли в рост. Нет, такого нет. Ну, не считая вот этой традисканции, она, по-моему, в любых условиях растет, вытягивается. Больше я вот так вот не вижу какого-то прироста. Ну, и розовые, у меня стоят розовые лампы. И вот это стоит у меня в контейнерах, там в тепличке стоят растения. Поэтому там идет чистое укоренение, поэтому я поставила под фитолампы. Вот так вот они выглядят у меня здесь. Вот. Ну, и, в общем-то, давайте поговорим о той немножечко маленькой интриге, которую я в начале видео сказала. Что же за растение находится у меня на моей полке? И как вы считаете, что этого растения у меня никак не должно быть, потому что в одном или даже не в одном видео я сказала, что вот чего бы я не хотела, так я бы не хотела вот таких растений. Так вот, я вас хочу познакомить. Посмотрите, это замечательная вот такая аглоанема с розовыми листочками. Помните, я вам говорила, что вот мне не нравится аглоанема с розовыми листьями, с красными розовыми листьями. Ну, не знаю, почему. Как-то я вот смотрела, рассматривала картинки, и я никогда не, ну, у меня не было мечты сказать, что вот я хочу ее приобрести. И поэтому как-то я сказала, что вот аглоанема мне нравится, но мне не нравятся вот эти все красные, розовые, разноцветные. Но, вы знаете, я ее не приобрела, я ее обменяла. А это не считается. Просто девушка, мы поменялись с ней на бегонии, а она мне предложила, что у нее есть вот такая, вот такая аглаша, и такая еще одна, еще краснее. И, вы знаете, она ее мне сфотографировала, и что-то она мне так понравилась, я подумала, ну, это ж я не покупаю, это ж я обмениваю. Ну, почему бы нет, давайте посмотрим, как она будет расти. И, может быть, правда, в моем саду вот это яркое такое розовое пятнышко будет очень даже и ничего. Если кто знает, как называется она, напишите мне, пожалуйста, я ее подпишу. Я еще, честно говоря, только недавно, буквально, наверное, я уже не помню, наверное, недели две назад я ее приобрела. Ну, она мне просто принесла череночек неукорененный, и вот я укореняла, и поэтому красная еще стоит в тепличке у меня все-таки. Я ее побаиваюсь вытаскивать, а это уже, я смотрю, укоренилась, поэтому я сюда поставила. На самом деле, вот смотрите, не знаю, почему я была против этих оглаш, но посмотрите, очень даже симпатичная, правда? Да, очень даже интересная у нее расцветка, здорово. Ну, в общем-то, наверное, и все, что я вам хотела сегодня рассказать. Так что не бойтесь, те, кто, может быть, где-то вы слышали, что светодиодные лампы, они не помогают, что растения под ними не растут. Потому что, вы понимаете, я даже спорила, вот, ну, то есть, меня он так уговаривал, говорил, да ну, что вы, если вы для растений, нет, это вам надо только фитолампы. Это лампы, это бесполезно, это вы просто будете зря сжечь электричество. Это все равно, что они будут стоять, ну, без света. Ну, вот, товарищ ошибся. И когда я поеду покупать вот эту вторую еще одну лампу такую, я ему, конечно, скажу, что я увидела результаты, поэтому я приехала за очередной лампой. Смотрите, все-таки не могу еще раз не показать вам вот эту красотку. Посмотрите, какая бегушка. Боже, я уже предвкушаю, какая она будет красивая. Помните, я вам рассказывала про эту замечательную женщину, Марту Стюарт, в честь которой, ну, я думаю, что, может быть, это и она сама назвала эту бегунью. Вот именно Марта Стюарт, потому что она сама занималась селекцией бегуней. Невероятная женщина, и кто не смотрел мое видео про Марту Стюарт, просто наберите в поисковики и просто интересно почитать, потому что, вы знаете, я всегда очень люблю читать про каких-то необыкновенных людей. Меня это вдохновляет, меня это мотивирует на какие-то подвиги. И поэтому я всегда с удовольствием читаю какие-то, знаете, из жизни замечательных людей, как это называется. Ну, все, спасибо вам за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...